В 13.06 в Керле начинается программа «Особое мнение». Микрофон у Светланы Занько и свое особое мнение сегодня будет выражать директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиса Агаев. Здравствуйте, Азиса Агаевна. Да, всем большой привет. Напоминаю, что на сайте ehocker.ru за день до того, как к нам приходит гость, мы вывешиваем анонс. Вы можете посмотреть, кто придет к нам в студию и написать свои вопросы на сайте. Так вот, Азис Альевич, у вас тут есть сразу два вопроса от одного автора. Олег пишет, какой эффект, на ваш взгляд, дадут промпарки в Кировской области? Это, видимо, приурочено к сегодняшнему открытию Вятскополянского промпарка. А что такое промпарк в Кирове? Промышленный парк. Это место, где место обеспечено инфраструктурой, ресурсами всеми необходимыми. В том числе человеческими. Я предполагаю, что это место, где можно легко получать финансовые ресурсы на реализацию своих проектов. Ну, так я думаю. Это место, где предприниматели могут получать определенные послабления в сфере налоговой. Это место, где есть источники финансов, помогающие им реализовывать какие-то свои прорывные проекты. То есть, это где-то есть общие качества с инкубатором, но таким достаточно крупным, технологическим, скажем так. Бизнес-инкубатором. Бизнес-инкубатором. Да. Но для более таких уже продвинутых проектов. Не начинающий бизнес-инкубатор, а уже такой вот продвинутый. То есть, создаются особые условия для, я бы сказал, либо для решения какой-то задачи, либо для приоритетных для области направлений развития. Но мы все знаем, что промпарк в Янских Полянах, он создавался не для реализации каких-то приоритетных проектов в Кировской области, а для того, чтобы снизить напряженность, связанная с проблемами на Янскополянском заводе «Молот». Да. Что будет сейчас? Ну, в свете того, что «Молот» может начать получать государственные заказы и финансировать свою деятельность, то… Год заказа по линии ВПК, военно-промышленного комплекса. Да, но это, в принципе, хороший кусок. И если «Молот» будет продолжать делать, возникнет вопрос, этот заказ примет и будет выполнять. Но не принять и не выполнять, наверное, у людей, которые владеют и управляют заводом, у них, наверное, выбора нет в этом смысле. Они ждут этого, я думаю. Ну, даже если бы и не ждали, я думаю, что в ситуации, в которой мы находимся, у них выбора нет. Ну, может быть, это и хорошо, в определенной степени. Но, соответственно, получаем следующую проблему. Ну, найдут ли достаточное количество людских ресурсов резиденты вот этой зоны промышленного парка. И заинтересованы ли будут власти для финансового обеспечения, например, резидентов этой зоны. И, соответственно, будут ли даваться какие-то другие послабления, связанные с ресурсообеспечением и с налоговыми какими-то послаблениями. Не знаю. То есть будут, когда мне Олег задает вопрос, какой будут иметь, он уже предполагает, что, скорее всего, такой эффект будет. Он спрашивает, какой будет. Да, какой эффект дадут промпарке? Ну, не знаю. То есть Вятскополянский промпарк, учитывая, как долго он строился, и, собственно говоря, его концепция, на мой взгляд, сразу была не очень жизнеспособна. Так просто вот, что надо было снять напряженность по этому поводу, и все эти действия совершались. То есть, возможно, эти действия совершались даже в некоторой степени для того, чтобы отвлечь внимание людей, у которых есть проблемы, от самих проблем. Говорят, вот смотрите, проблема скоро будет решена, она будет решена в начале этого года, будет к лету решена, теперь вот она к сентябрю открывается. Ну, открывается, но, по большому счёту, мы не знаем, открывается, и мы не знаем, будет ли эффект от этого проекта. Ну, все, кто причастен к проекту, говорят, что будет. Ну, ну что, давайте посмотрим. Вот когда встаёт вопрос о том, будет ли эффект, и какой будет эффект, наверное, прежде всего хочется, чтобы где-то было продекларировано, а зачем нам это всем нужно, да, зачем это нужно региону, вот конкретный эффект просчитанный. Там, наверное, должны быть какие-то планы, через сколько лет, что это даст, да, какие финансовые потоки потекут в Кировской области, вот об этом речь. Ну, да, ну, и в том числе приоритетные направления, то есть мы развиваем, собираемся с помощью этого промышленного парка развивать вот такие-то направления и достигнуть в итоге таких-то целей, вот. И тот, кто об этом говорит, говорит, если я эти цели не достигну, значит, кладу голову на рельсы, там, то есть, ну, как настоящий политик и как настоящий мужчина я ухожу, значит, с его поста, потому что поставленную цель не достигну. Пусть другие, кто умеет, придут и достигают. А цели для вас есть не сейчас? Для меня не очень. Для меня одна цель была ясна, что все эти действия совершались для того, чтобы, ну, скажем, в некоторой степени смягчить возникший удар от того, что, удар по людям от того, что Вяческо-Полянский завод «Молот» перестал работать. Вот, ну, и эти действия совершались с целью облегчения как моральные, может быть, где-то и, возможно, материальные, потому что люди, у которых появляется надежда, они всегда легче переносят возникшие трудности, чем люди, у которых нет надежды. Ну, возможно, что промпарк давал людям такую надежду. Ну, безработица так или иначе в Кировской области существует, правда, она не такая высокая, как, например, в других регионах страны. Где-то в середничках мы так шатаемся, то, может быть, этих людей, которые сейчас ищут работу, имеет смысл привлекать? Ну, вот, насколько говорят специалисты, да, тут вопрос, и где они жить будут, как они добираться будут, и до конца ещё не ясно, ведь, когда промпарк строится, надо сразу понимать, что это за промпарк, и какой квалификации люди нужны будут для этого промпарка. Ну, я вот, как бы, не слышал, что кто-то чётко сказал, что для этого промпарка нужно такое-то количество таких-то специалистов. Ну, и если иметь в виду тех безработных, которые имеются официальные лица, то периодически комментируют, что там есть большое количество людей, которые не очень хотят работать, их устраивает статус, так сказать, безработного. Вот, а потом, ну, очень редко у нас, как бы, не очень принято в нашей стране быть сильно мобильными, то есть, чтобы человек с одного места, там, даже за 200 километров, там, переезжал, чтобы, там, начинать работать в другом месте. То есть, в этом смысле мы как-то более привязаны. То есть, ну, давайте сейчас я попросту задам такой вопрос. Верю, не верю. Верю в то, что промпарки в Кировской области – это эффективная идея, или не верю пока? Пока не верю. Пока не верю. Я напоминаю, что вы слушаете особое мнение Азиза Агаева. Мы продолжаем. Вторая часть вопроса от Олега. Что поменяется в качестве госуправления после выборов? Реальные специалисты попадут в состав правительства? – Трудно ответить на этот вопрос, вот, учитывая, как идёт предвыборная кампания, она идёт по отношению к избирателям не очень честно. Вот почему она идёт не честно? Потому что я бы считал, что, ну, это, конечно, моё видение, да, я бы считал, что человек, который участвует в выборах, он должен был сразу рассказать, что он собирается делать в очередной срок, а не говорить о том, что, вот, посмотрите, какие у меня там заслуги, при этом, там, более чем половина случаев его заслуги, там, составляют, там, 0,0, там, процентов, вот. Вот. И, то есть, что он будет делать и с кем он будет делать. Вот, когда Олег задаёт этот вопрос, он, наверное, хочет узнать, нет ли у меня каких-то, какой-то инсайдерской информации, там, да, секретных данных о том, с кем будут работать кандидаты. Ну, у меня таких сведений нет. Вот. И с этой точки зрения я считаю, что это не очень правильно. То есть, люди, которые рвутся на эту должность, кто-то рвётся остаться, кто-то рвётся, там, занять этот пост, они просто обязаны были сразу нам всем избирателям сказать, я буду работать с всеми-то людьми в случае выигрыша, потому что это такие-то, такие-то люди, а не специалисты в этой области, будут вот такие цели выполнять, вот такие-то цели будут выполнять. В этом смысле я хочу сказать, что предвыборная борьба, которая в своё время сложилась между Шаклейном и Стрельниковым, она, с этой точки зрения, могла бы быть примером для нынешних кандидатов на пост губернатора. То есть, там было отчётливо и предельно ясно, кто придёт и что он будет делать. Вот это было абсолютно ясно. И поэтому я не знаю, придут или не придут, ну, не знаю, в зависимости от того, какие будут ставиться цели, какая будет команда, наверное, кто-то придёт. А если всё будет как прежде, то не знаю, могут в себя уважающие люди не войти в эту команду. Ну, надо сказать, что предвыборные, выборные программы всех, ну, как минимум двух кандидатов абсолютно ясны. Вообще-то они выложены на сайтах кандидатов, и там есть и цели, и основные мероприятия, и показатели, которые хотят добиться кандидаты, если их изберут. Это всё есть. Но во второй части опросы вы совершенно правы. Вот буквально в течение полугода перед стартом кампании мы спрашивали практически каждого нашего гостя в особом мнении, кого вы видите в новой команде, кто эти люди, которые должны быть. В частности, также задавали эти вопросы кандидатам, правда, они не особо ходят тут что-то, но господин Черкасов приходит на нашу студию, и он говорит точно так же, как говорят остальные кандидаты в своих комментариях, когда им задают этот вопрос. Вот когда меня изберут, тогда я, значит, сформирую команду. Не признаются люди, а кто-то там. Вот, Светлана, я бы сказал, что я вообще по сути-то хотел сказать, когда говорил о том, что программы должны быть. Дело в том, что эти программы должны быть плодом руки этой команды. Первое. Второе. Эти программы должны быть, скажем, выложены где-то таким образом, ну, то есть в интерактивных условиях, чтобы мы могли там работать с ними и, соответственно, там, типа Википедии, так сказать, по ходу там давать свои исправления там или свои там уточнения, и автор может соглашаться или не соглашаться, проверять правильно или неправильно. То есть, если мы работаем для Кировской области, то это должно именно так делаться. И второе. Почему я говорю, что каждый должен бы назвать тех, кто с ним будет работать? Потому что даже если победит один и не победит другой, чтобы этот человек видел, а кого бы он, может быть, среди его, тех, кого он предлагал, те похуже будут, чем тот, кто проиграл и мог бы с той команды взять. Потому что у нас ведь, посмотрите, у нас же нет политических разногласий между кандидатами. На данный момент они, да, не слишком ощущаются. Абсолютно. То есть, это означает, что мы, в принципе, и те, и другие, и третьи думаем о развитии Кировской области. Но раз мы думаем о развитии, значит, мы вправе любой из нас выбрать наиболее правильный вариант и наиболее правильных людей для реализации всех или иных направлений. Правильно? То есть, тем самым мы ослабляем друг друга. То есть, я имею в виду, что вот эти три кандидата, они все трое. Четыре кандидата. Четыре. Ну, три, я бы сказал, так сказать. Ну, хорошо, четыре. Тем самым они не способствуют усилению в дальнейшем позиции того или иного кандидата, который мог бы легко взять из другой программы и из другой команды людей, если речь идет о благе Кировской области. Но если это речь идет о благе себя любимого и своей команды, ну, тогда не надо этого делать. Вот надо так проводить выборную кампанию, как они проводят. Ну, вообще, вам любопытно наблюдать, как вот сейчас остался короткий промежуток до дня выборов? Как все происходит? Вам нравится то, что появляется в СМИ, то, что появляется в сетях? Ну, нравится как бы не то слово. Ну, хотя бы это захватывает. Я считаю неправильным все, что делается. То есть, меня это никак не захватывает. Эмоционально я никак не вовлечен в это, потому что мне все кажется настолько примитивным и пустым, вот, что я очень тревожусь за будущее Кировской области. На выборы пойдете? Пойду. Не спрашиваю, за кого будете голосовать, чтобы не сочли за агитацию. Пойду и проголосую. Ну, определились уже, да? Конечно. А у вас, вы когда беседуете со своими знакомыми, может быть, где-то и в Кирове, и в районах, как народ вообще настроен? Голосовать, не голосовать, обсуждают? Ну, к сожалению, есть значительное количество людей, которые не знают. Что, выборы вообще? Что будут выборы, и выборы ли это вообще. Вот. Есть люди, которые раньше с каким-то большим энтузиазмом спрашивали о выборах. Сейчас, ну, как-то так, не очень вообще вызывает интерес этот выбор. То есть, я первый раз встречаюсь, когда люди выбирают человека, который будет определять, можно сказать, и их судьбу в том числе, и они настолько равнодушно относятся к тому, что происходит. Ну, а так, кто спрашивает, мы, конечно, обсуждаем, обмениваемся мнениями. Ну, это не вызывает никакого вдохновения. Понятно. Напоминаю, что вы слушаете программу «Особое мнение» микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает Азия Сагаев. Давайте перейдем к такому, на первый взгляд, близкому для каждого человека, для его кармана действу, как ярмарки. Сельскохозяйственные, продуктовые ярмарки. Вот буквально в минувшие выходные три дня гуляла ярмарка на Театральной площади. И тут буквально вот новость, я смотрю, от 4 сентября, где четко была высказана позиция в отношении этих самых ярмарок. Так, начальник управления развития предпринимательства потребительского рынка городской администрации Александр Сидельников, это город Киров, сказал, что существует еще один аспект экономический, почему нужно больше ярмарок проводить, и они должны быть длиннее по количеству дней. Вы, наверное, знаете об указе президента, который запрещает ввоз продуктов питания из ряда стран, поэтому мы решили изменить формат и так далее. Ну, что их должно быть больше, и они должны быть длиннее. Передложить меры по активизации ярмарочной деятельности поручил в Рио губернатора Никита Белых, об этом сообщил начальник отделения Департамента сельского хозяйства и продовольства Кировской области Татьяна Плехова. Она утверждает также, что на ярмарках на 20-30% каждая единица продукции дешевле, чем в торговой сети. Но вот и первый отклик на то, что увеличилось количество дней этих ярмарок. Твиттер Валентина Пугача сработал в пятницу, когда шел учебный процесс в Портехническом университете. Он сказал, не знаю, какой такой праздник проходит у нас на Театральной площади Кирова, но это полное безобразие, весь день артисты срывают учебный процесс. Что конкретно можно решить увеличением количества ярмарок и увеличением дней прохождения этих ярмарок? Можем мы продовольствием без опасности страны обеспечить таким образом? Ну, я думаю, что после того, что надо посочувствовать студентам и преподавателям, на самом деле я тоже преподавал в свое время в нашем политехническом, ну, в том университете, и действительно это проблема, когда ты работаешь и что-то на площади, какое-то действие происходит. Во-первых, трудно удержать внимание студентов, потому что любая неосторожно громко сказанная фраза вызывает совершенно не ту реакцию, на которую преподаватель рассчитывает во время занятий. Все это реально наверняка мешает введению учебного процесса. Что касается, будут ли решать ярмарки проблемами продовольственной безопасности, нет. Я думаю, что это не способ решения продовольственной безопасности, скорее всего, это способ, значит, некого воздействия на сознание людей, что, ну, посмотрите, что у нас есть. То есть вопрос увеличения производства продукции, ярмарки, ну, решают, ну, в очень-очень отдалённом, что ли, как бы, вот, отдалённым способом, если это вообще можно. Вот, ну, есть другие аспекты, то есть есть два аспекта, чисто бюрократический аспект, когда чиновникам, у них же есть в планах проведение ярмарок. Вот, и они, как бы, вот эти ярмарки проводят и свой план выполняют. Они это должны делать, у них в плане мероприятий это есть, даже если другие мероприятия не сделают, вот, у них будет, там, галочка, что мероприятие там сделано. Но, с другой стороны, ведь на ярмарке было достаточное количество людей. То есть... Не знаю, как измерять достаточность. Ну, приходят люди, интересуются, покупают действительно, и весело, наверное, им было. Я не присутствовал сам, но, наверное, так сказать, это какой-то небольшой праздник там для людей. С этой точки зрения я приветствую любые праздники. Другое место еще, и другой вопрос, я всегда не устаю повторять по поводу любого действия, любого мероприятия, да, не устаю повторять время и место, время и место. А у нас, Вы считаете, достаточно мест в городе Кирове, которые оборудованы под ярмарки, и вообще, насколько, вот Вы говорите, достаточно приходит людей? Вы сами-то на ярмарках бываете? Очень редко, потому что я все вопросы, связанные с тем, что делается на ярмарках, решаю там в других местах. Магазин? Ну, где-то почему. Что касается меда, я непосредственно покупаю у человека, который сам этот мед выращивает, значит, пчел держит и так далее. То есть у меня проблем ни с ценой, ни с качеством в этом смысле абсолютно нет. То есть верю человеку... Ярмарок достаточно в нашем городе, да, думаете? Я думаю, что достаточно. Достаточно. А мест? Ну, места тоже есть. Я думаю, что вот пятницу нельзя было... Ну, ладно, еще субботу там небольшое количество занятий, по-моему, происходит все-таки в университете, хотя сейчас не уверен. Пятницу точно нельзя было проводить ярмарку на площади, потому что это действительно мешало людям заниматься. Ну, вообще, я вижу, что вопрос ярмарок не очень вас важна. Абсолютно. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Я бы вот о чем хотела поговорить насчет празднований. День Москвы праздновали полтора миллиона человек. В минувшие выходные отпраздновали День Москвы, и вот уже первые сведения поступили о том, что на эти московские гуляния было потрачено 220 миллионов рублей. Около тысячи площадок, кажется, были задействованы концерты на улицах города, это гуляния, праздник, запекали быка матрешку. Помните, да, бык начинен ягнятами, ягнята начинены утками, утки начинены яйцами, яйца начинены утиной печенью. Вот я когда эту программу читала и когда наблюдала, что там происходило, отчеты по телевидению, да, центральное телевидение, московское, да, ТВЦ, я с одной стороны думаю, вроде бы как здорово, наверное, люди веселятся, с другой стороны у меня какой-то разрыв произошел, вот все эти быки и матрешки, вот эти суммы в 220 миллионов рублей, я просто после этого съездила за грибами, вы знаете, 50 километров от Кирова, там в магазине есть водка и колбаса, ну и пряники еще, у меня какой-то разрыв. Давайте я вот такой провокационный вопрос задам, нормально вообще, что в такой ситуации вот такие деньги тратятся ежегодно на День города, пусть даже такого замечательного, как город Москва. Ну, смотрите, сравнивать надо Москву, вот мы из Кирова смотрим на Москву. Вы всегда с Москвой сравнивали? Ну вот мы не можем сравнивать Киров с Москвой. Не имеем права? Ну, почему? Право мы имеем, но сравнивать несравнимые вещи, 220 миллионов для Москвы это копейки, то есть для бюджета Москвы это смешная сумма, 220 миллионов для бюджета Кировской области это существенная сумма. Вот поэтому я бы сказал так, вот что значило бы для нас 220 миллионов, если перевести там на, значит, Киров, ну я бы сказал, ну миллионов два. Ну, на праздник, на День города. Ну, вроде ничего, и не так много, и, ну и проблема решила. Поэтому это вопрос того, что это вопрос значительный, многоразовый, порядковых различий, многоразовых порядковых различий между Кировом и Москвой, Кировской областью. То есть село Кировской области и Москва, это получается, что одна Россия, но несравнимые совершенные вещи. Ну, это Россия все еще. Тут такое ощущение, это Россия, и это уже что-то другое. Это сытый и голодного не разумеет. Разные уровни жизни. Мы сейчас прииграемся на короткую рекламу, после чего я еще по этой теме вас поспрашиваю, напоминаю, что вы слушаете особое мнение Азиза Агаева. Провожается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, я напоминаю, что и свое особое мнение сегодня выражает Азиза Агаев. Вот что касается, мы все про Бука-матрешку не могли успокоиться. Наш звукорежиссер посмотрел, сколько стоила порция в день празднования дня рождения Москвы. 200 рублей стоила порция, кстати, не так дорого, правда, очередь там полчаса. Особенно для Москвы. И тоже не очень дорого. У нас тут тоже по полчаса за шашлыками на театралке стоят, когда ярмарки проводятся. Да, но вот все равно, не только я одна, оказывается, но и вообще постоянно получает Владимир Владимирович Путин вот эти вот кивки головой о том, что вон у вас в Москве как гуляет. Не пора ли уже, дескать, как-то поделиться? Вы, наверное, читали или слышали это сообщение о том, что Владимир Путин не исключает переноса госучреждений в Сибирь, жители которых, кстати, планировали провести марш за федерализацию. Вы считаете, это правильно, логично, чтобы все-таки часть госучреждений переехала в другую часть страны, и туда вы, может быть, потеклили потоки денег? И потекут ли? Опять устраивать какие-то компании, я пока не видел какие-то данные обоснованности этого проекта. И проекта-то пока еще нет. И проекта-то нет. Есть только некие вот такие потоки людей, как-то привлечь к себе. Словца, то есть то в Екатеринбург переведем, вот вроде Екатеринбург, Екатеринбург, в итоге суды взяли и переехали в Санкт-Петербург, условно говоря. И что? В Санкт-Петербурге места много было? Лучше бы Екатеринбург. Ну, опять, это ведь мое мнение, лучше. Я вот сижу и думаю, лучше, а с точки зрения обоснованности... А Владимир Владимирович может быть в Санкт-Петербурге лучше, чем в Екатеринбурге? Ну, может быть... Приезжать же приходится. Ну, может быть, для него лучше в Санкт-Петербурге. Ну, ведь он же Россию любит. Я думаю, что он Екатеринбург любит так же, как Санкт-Петербург. Поэтому, ну, наверное, и Сибирь можно. То есть, можно один год в Сибири сделать столицу. Ну, или там... А, то есть, столица такая, качующая столица. Подвижная такая, да. Пусть бы переезжала. Да, и, соответственно, все... То есть, например, тогда уже Госдуму Совета Федерации не выбирать. А, например, местное Заксобрание бы было вместо Госдумы и Совета Федерации. И так каждый, значит, каждый субъект Федерации по очереди. И, глядишь, там за 80 лет мы наши все в Заксобрании бы порулили бы страной. Такой тоже интересный проект для того, чтобы обсудить. Может, интересно будет для страны. И видите, и так получится, что равномерное развитие всей России произойдет. Потому что денежные потоки 5 лет будут в один субъект приходить, 5 лет будут в другой субъект. Понимаете? То есть, например, если бы в Кировской области поселились бы все федеральные органы власти. Представьте себе. А если бы... Какие дороги, какая газификация, какой аэропорт бы у нас... И очень быстро бы у нас у всех вообще... Представляете? Всего 5 лет. А вот на это мы имеем право попредставлять, что бы было тогда? Попредставлять? Да. Конечно, имеем право. Представляете, человек без мечты. А имеет смысл вообще о таком мечтать? Или надо жить реалиями все-таки? На дорогах ямы, развязки не построены. Мы и так живем каждый день реалиями. Вот у нас, нашу деревню, где почти тысяча человек живет, которые должны скоро голосовать. Вроде как уже и торги провели в Оречевском районе. И вроде как и деньги есть. А сентябрь проходит, а ремонта нет. Ну что, и в ноябре будут ремонтировать? Ну, наверное, в ноябре будут ремонтировать. Ну, и все. И что, в ноябре отремонтировали, в декабре пошел снег, весной все вообще-то повылетало. Да. Это реалии. Это реалии. Что касается, кстати, федерализации. Ведь заявление Владимира Владимировича последовало после того, как 17 августа в Новосибирске должен был пройти, и не состоялся марш за федерализацию Сибири. Под лозунгом «хватит кормить Москву». Надо сказать, что по всему миру подобные марши и подобные лозунги высказываются. Это совершенно никакой не секрет. Вот в Каталонии буквально практически одновременно с нашими выборами тоже пройдет голосование за отделение от Испании. Шотландский референдум должен пройти. Там, кстати, опросы впервые показали преимущество сторонников независимости. Превысило 50% количество выступающих за выход из Соединенного Королевства. И не только там. Такое ощущение, что намечается некая серьезная тенденция. Как вы думаете, это просто дань традициям все-таки, с года в год это происходит? Или действительно какой-то исторический настал момент, когда вот это все объединение, Евросоюз, глобальные там какие-то, да, вот эти союзы и так далее, они потеряли уже доверие у населения, и народ хочет как-то уединиться на своей территории и самим править? Ну, вы знаете, в управлении существует, значит, такой объективный закон, чем выше находится власть по уровню, тем меньше, значит, эта власть, она понимает, что происходит на уровне первого звена. Я думаю, что это последствия именно вот, значит, таких тенденций. То есть, если сегодня Евросоюз, например, управляет там какой-нибудь провинцией Шотландии, условно говоря, я думаю, что вряд ли евродепутаты имеют представление, что там происходит в этой какой-нибудь северной провинции, там, Шотландии. Вот, и думаю, что именно с этим связано, с тем, что власти, которые берут определенные функции и централизуют власть, они плохо учитывают проблемы и потребности местного населения. И поэтому, исходя из этого, то есть, я, по крайней мере, считал, что именно эти, значит, претензии ставятся в вину и ставятся основной причиной. То есть, многие говорят, вот мы отделимся, и нам будет лучше. Вот почему? И начинают приводить достаточно такие объективные причины. Вот, что касается, и как я к этому отношусь, я парад суверенитет в нашей стране, я тоже переживал. Поэтому я к этому отношусь. Я думаю, что есть масса других способов учесть интересы местного населения. Просто власти нужно эти способы использовать. Вот, и тогда всё будет более-менее хорошо. Если я плохо отношусь к параду суверенитетов, хотя, кто его знает, может Шотландия отделится, и им действительно будет жить там проще. Не уверен, думаю, что первые, скорее всего, годы, первые пять лет им будет не так просто. Они же могут посмотреть на Ирландию, на Исландию и так далее. Достаточно отдельные, островные государства. Наверное, у шотландцев тоже будут проблемы. Ну, а люди могут за идею пережить всё. Может быть, они за идею переживут все трудности. Ну, так всё-таки это такая тенденция? Это назрело или это всего лишь какой-то короткий исторический момент? Я думаю, что просто как бы созрело, потому что каталонцы, они уже очень много лет этот вопрос там ставят шотландцы. Тоже, то есть вот только вот к власти пришли люди, которые реально начали притворять там эту идею к жизни. Я думаю, что это не то, что назрело, просто созрели определённые условия. Думаю, что вряд ли ещё где-то там. Ну, будет пример, это может служить катализатором, но уж не таким сильным. А как считаете, у нас в стране такие настроения возможны? Ну, в ближайшее время нет, потому что мы эти настроения ведь совсем недавно пережили. Ну, совсем буквально, так сказать, 10-12-15 лет, так сказать. Думаю, что пока условия люди наелись от их настроений, я думаю, что пока... Ну, и вы против того, чтобы они возникали. Это особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Успеваем ещё одну тему с вами разобрать. Патриарх московский в Сейерусе Кирилл очень много ездит сейчас по стране, и, в частности, очень часто встречается с работниками образовательной сферы. Я хочу привести вам одну цитату из Патриарха Кирилла. Он говорит, по всей этой работе по воспитанию детей и молодёжи очень большую роль сегодня призвана играть в русская православная церковь, которая является носительницей национального самосознания, обладает исторической мудростью, способна передать детям то, что, может быть, к сожалению, не всегда может передать светская школа. И вот отвечает также, что школа не должна отказываться от того, чтобы быть в местном воспитании детей, не только передать, чем знали. Но неоднократно Патриарх говорит о том, что именно церковь, именно православная церковь, как оплот, такой российский, русский, русскости, самости, должен принимать активное участие в воспитании детей именно в школе. Как вы к этому относитесь? Я, как отношусь, для меня воспитание – это процесс, в котором должны использоваться все сферы общественного сознания. Для меня религия – это одна из сфер общественного сознания. То есть я не против того, чтобы дети знали, что такое религия, чтобы сознательно выбирали, какую религию они хотят исповедовать, чтобы ценности, которые проповедует религия, чтобы они знали. Но я против того, чтобы исключительно строилось воспитание детей на какой-либо религии. То есть я хочу, чтобы детей воспитывали учителя своим примером, герои, деятели культуры. Я хочу, чтобы дети всесторонне развивались, чтобы им доступны были достижения науки. Я хочу, чтобы у них в мозгу было достаточное количество знаний, а особенно, чтобы они знали все методы добычи знаний. Я хочу, чтобы они на веру не принимали ни одно из доказательств, которые им говорят по телевизору или кто-то еще, чтобы они могли анализировать и так далее. Может просто религия воспитывать все эти качества? То есть и смелость, и заботливость, и готовность жертвовать собой, и бояться, но в то же время идти вперед и так далее. У меня есть по этому поводу сомнения, что вот все эти аспекты развития человеческой личности религия может охватить. Вы считаете, все-таки в школе есть место религии или ее там не должно быть? Просто рассказывать о том, что такое религия, и какая религия что проповедует, и какие есть слова в Писании, я думаю, что это дети должны знать. А внедряться в воспитательный процесс? А внедряться в воспитательный процесс, там есть воспитатель, учитель, воспитатель, хотя в последнее время сделано все на законодательном уровне, чтобы учителя отстранить от воспитательного процесса, сделать только как бы обучающим, я думаю, что там есть человек, который отвечал и должен отвечать за воспитание детей в школе. Дома воспитательный процесс – это родители. Это ответственность родителям. Спасибо большое. Это было особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиза Агаева, Азиз Савеевич. Спасибо, что приходите к нам. Спасибо. Благодарна. Меня зовут Светлана Заньков. Всем всего хорошего. До свидания. Продолжение следует.